Ангелина, привет! Здравствуйте! Я очень-очень рада тебя видеть. Спасибо, что ты встретилась со мной для того, чтобы записать это видео. И причина, по которой я тебя пригласила, удивительная. И она началась летом на Алтае, на ретрите Светланы Лавровой. Сейчас у нас январь, 7 января сегодня. Ты приехала на новогодний ретрит, и он уже четвертый, получается, за эти полгода. Что тебя приводит к Светлане? И какие процессы с тобой происходят? Как ты видишь взаимосвязь этих ретритов и тех процессов в своей жизни, которые тебя привлекают? Ну, в общем, я когда ехала на Алтай, я садилась в поезд, я скинула фотографию с поезда в наш общий чат, и Света мне сказала, что это поездка в Хогвартс. Но так, в принципе, получилось. Если так метафорично рассуждать, то ты попадаешь в мир волшебства, в мир магии, в мир, где все не так, как мы привыкли воспринимать. И действительно, это как получить письмо из Хогвартса. Это самое грандиозное событие, наверное, в жизни, которое со мной только произошло. А почему Хогвартс? Что такого необычного с тобой сейчас происходит? Ну, потому что открываются такие вещи, о которых ты раньше не то чтобы представления не имел. Ты даже подумать не мог, что, ну, может, из каких-то сказок ты где-то что-то читал, да, что оказывается всё в этом мире намного интереснее, намного многомернее. И для тебя начинается открываться тайны мироздания. И это действительно волшебно, это мистика, это магия. Наверное, поэтому Света мне вначале так и сказала. Я понимаю, что она мне эту фразу закинула. Тогда не случайно. Вот это тоже был определённый такой посыл. И сейчас просто вот то, что она тогда назвала, это начинает раскрываться. Если бы ты сравнила своё состояние вот на момент своего первого ретрита со Светой на Алтае и то, как ты чувствуешь сейчас сама себя внутри. Два вот снимка Ангелина на Алтае и Ангелина в Сочи здесь сейчас. В чём разница? Да, разница, конечно, колоссальная, потому что трансформация происходит очень с большой скоростью. Если тогда я приехала наполненная страданиями, непониманиями, не имея представления, кто я, то есть я как слепой котёнок по этой жизни билась об стены, то сейчас я захожу в состояние Творца, я уже вижу многие процессы управления своей реальностью. И на самом деле тут уже, так сказать, борозды правления в моих руках, поэтому разница вообще колоссальная. То есть я из такой маленькой Ангелиночки становлюсь очень большой, очень масштабной. Слушай, ну вот эта маленькая Ангелиночка, насколько я помню, её прям триггерило очень много на Алтае. Как ты сейчас на это смотришь? И как сейчас Ангелиночка, подросшая, как сейчас Ангелиночка на это смотрит? Что произошло? Ну, не будем далеко ходить, самый главный триггер сидит передо мной. Здесь, если, конечно, Галя, ты меня вообще вымораживала очень сильно, я прям не могла тебе переносить, то сейчас у меня к тебе такая любовь, такое родство, такая, не знаю, благодарность вообще. Ну, то есть ты для меня стала очень значимым человеком, очень любимым. И я думаю, это всё объясняет, то есть какие произошли со мной вещи, то есть если я приехала наполненная болью, да, которая проявлялась каждый раз при взаимодействии с другими людьми, то сейчас я больше наполнена любовью, которая тоже проявляется во взаимодействии с другими людьми. Конечно, ещё много процессов, да, много, что где-то вылазит, но это всё равно далеко не так, как это было ранее. Как для тебя прошёл новогодний не ретрит? Как тебе семейный формат, наш дом, дети, с которыми приехали ребята, атмосфера? Ну, это был лучший Новый год в моей жизни, я скажу без преувеличения. Во-первых, это был просто выход из вот этой зацикленности, которая каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. То есть вот эта вот стандартная программа, она просто обрубилась, и на самом деле в эту новогоднюю ночь был положен новый путь, новая линия в моей жизни, это первое. Во-вторых, все люди, которые были, с ними установилась очень сильная, невидимая, ну или видимая уже связь. То есть настолько пришли на этот Новый год сильные, мощные, с огромным потенциалом люди, которые просто усилили вот это вот поле, то есть и поле вообще очень мощное, то что сейчас уже благодаря этому полю идут сильные распаковки, хотя прошло там пять дней после новогодней ночи. Ну и, конечно, самое главное, наверное, событие – это вот этот спектакль, который оказался не спектаклем, да, и который… А чем он оказался для тебя, если не спектаклем? Он оказался, наверное, моей дорожкой в новую мерность, потому что вот это все, что мы прожили на сцене, грубо говоря, оно произошло внутри меня, и вот в новогоднюю ночь как раз произошло со мной то событие, которое было показано в спектакле несколькими часами ранее, да, это был переход в новую мерность себя, и это такая вот синхронистичность с теми процессами, которые у меня происходили внутри, мы их просто показали вот в этом спектакле. Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то события, которые с тобой происходят за эти полгода, которые ты связываешь с ретритами Светланы и с тем, что ты получаешь на этих ретритах? Ну, если мы возьмем как бы нашу обычную, обыденную жизнь, да, то она начинает трансформироваться, то есть определенно видны улучшения в сферах и в финансовых, и в каких-то межличностных взаимоотношениях, и какая-то вот событийность, она более приятная становится, ну и, конечно, вот энергия, да, она берется на новые начинания, то есть ты уже в совершенно других состояниях и проявляешь себя совершенно по-другому. И, наверное, происходит такая сонастройка с собой, да, то есть жизнь начинает, я вот сейчас вижу, да, что у меня жизнь начинает разворачиваться на 180 градусов, потому что произошла вот эта вот действительно сонастройка, и уже я понимаю, что мне надо, куда мне идти, и я вижу, какие процессы со мной происходят, то есть открылись очень многие вещи, да, которые я начала видеть и ранее не видела, и это сейчас происходит настолько мощно, настолько масштабно и с такими большими вскрыстями, что я думаю, сейчас в ближайший месяц у меня очень крупные изменения в жизни произойдут, они уже начали происходить. Ты запланировала, то есть, да, что-то? Да. Что-то уже запланировала. То есть я увидела искажение, с которым я вот жила до этого, и я понимаю, что как бы, ну, дальше я не могу тащить вот такую искажённую событийность с собой, потому что она мне уже мала, то есть она мне уже неинтересна, и у меня сейчас как раз Новый год этот запускает просто невероятную событийную цепочку, событийный ряд, и я просто вот могу его отследить, я уже как бы вот это вижу, как оно всё раскрывается, можно так сказать. Как для тебя прошли практики, которые Светлана нам даёт только на ретритах, вот эти эксклюзивные истории, медитации, в которые она нас погружает под звуки бубна? Ну, это, конечно, волшебно, потому что это идёт очень мощная чистка, очень мощная трансформация. Даже если, ну, как бы вот на первом ретрите я вообще как бы не могла понять, да, то здесь ты сейчас уже видишь результаты этих практик, но они действительно очень глубокие, очень мощные, потому что они проходят через Свету, они проходят через Иру, и это очень такие сильные проводники. Тут даже не знаешь, как описать, насколько это всё глубоко, потому что человеческий язык ограничен, да. То есть я даже не могу именно в мыслях вот это сформировать, вот эту глубину, чтобы её выразить, но она действительно существует. Да, это очень такие процессы тонкие, очень мощные, и я очень рада, что это прошло через меня. Вот эти тонкие процессы как раз и хотелось бы как-то описать, например, вот то, что Светлана называет сама так иронично, как по болтушке, да, когда мы сидим, и фактически, ну это сатсанг, да, и такое тоже и слово важное, умное, красивое. Что для тебя происходит интересного во время этих лекций Светланы, во время её поболтушек? Ну, наверное, первое для ума, так как бы приходят новые информации, да, приоткрываются какие-то интересные вещи, которые ты ранее не слышал, которые ты, ну, даже представить себе порой не мог, то есть у тебя там в голове какие-то пазлы начинают сходиться, определённое осознание, понимание. Ну и параллельно с этим мы же находимся в её поле, то есть и происходит незримая работа, и неважно там, да, как говорится, если ты это услышал, ты какую-то информацию не услышал, она в тебя всё равно зайдёт, она через тебя распакуется, это просто вопрос времени и твоей готовности. Но в любом случае это вот нахождение в её поле, это уже просто вот, не обязательно там даже слушать, а главное просто находиться в её поле, вот так вот. Ангелина, я благодарю тебя за отзыв. Я думаю, что как минимум мы увидимся на Алтае. Да, сто процентов. Потому что ты уже забронировала место, да? Да. Я ещё тебе об этом не сказала, но я уже забронировала. Да, ты мне не сказала? Нет. А вы знаете, ребят, я реально предвижу события, я просто не знаю уже какой раз себя ловлю на этом, я вот прям чувствую, что уже что-то случилось, мне потом говорят, что вот это теперь будет так. Да, вот я только что собиралась сказать, Галя, не забудь там мне место забронировать. Да? А я была уверена, что ты забронировала. Вот, я забронировала, сейчас забронирую. Значит, мы уже настроились и я просто слышала, что ты там решила. Тут уже по-другому быть не может никак, потому что очень, да, действительно люди здесь на этих мероприятиях, они уже родные, то есть ты понимаешь, что дальше ты хочешь только с этими людьми коммуницировать, идти, и это вообще очень масштабные, уникальные, такие глобальные люди собираются каждый раз, и просто ты понимаешь, что, ну, ты с ними, вот так. Ты с ними можешь расширяться. Да. Это самое-самое классное, что можно делать вместе с другими людьми. Я тебя благодарю. Спасибо. И до новых отзывов. До новых ретритов. Всем пока. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.